Несмотря на всю необычность окружающих нас космических объектов, мало кто знает, что одним из самых удивительных в их списке является наша Солнечная система. И кроме того, что это единственное место в изведанной нами Вселенной, где присутствует развитая жизнь, наш галактический дом также является и самой большой по количеству планет звёздной системой. Но может ли где-то ещё находиться объект с таким же количеством планет на своей орбите? Исследования показывают, что может. И им является звезда Кеплер-90, у которой уже было обнаружено 8 планет. Открытие этого объекта было совершено с помощью орбитального телескопа Кеплер, специально предназначенного для поиска экзопланет. Система стала 90-м по счёту объектом, обнаруженным этим телескопом. И именно поэтому светило получило более популярное имя Кеплер-90. Кеплер-90 является жёлтым карликом спектрального класса G0V. По массе радиусу звезда приблизительно в 1,2 раза больше нашего Солнца. А температура её поверхности составляет 6080 Кельвинов, или 5800 градусов по Цельсию. Предполагаемый возраст объекта равняется 2 миллиардам лет, что более чем в два раза меньше возраста нашего Солнца, которое сформировалось около 4,6 миллиарда лет назад. Возраст светила удалось узнать благодаря анализу её спектра, указывающего на этап эволюционного цикла небесного тела, а также с помощью изучения ближайших к нему звёзд. При этом Кеплер-90 слишком тусклая, чтобы её можно было увидеть невооружённым глазом. Однако её светимость на несколько десятков процентов больше светимости Солнца. Светило находится на расстоянии примерно в 2840 световых лет от нашей системы и располагается в созвездии Дракона. По своим свойствам этот объект вряд ли можно назвать удивительным. Ведь эта звезда представляет из себя обычное светило главной последовательности. Но вот количество планет, которые удалось обнаружить в её системе, действительно вызывает огромный интерес. Ведь ранее 8 планет мы могли наблюдать только в нашей Солнечной системе. Если не брать в расчёт Солнце, то до обнаружения Кеплер-90 рекордсменами по этому параметру были системы Трапест-1, HD 101-80 и HR 88-32, имеющие по 7 планет. При первом обзоре Кеплер-90 может показаться, что данный объект – это миниатюрный аналог нашей Солнечной системы. Однако если присмотреться к ней поближе, нам станут видны несколько кардинальных отличий. Внутренние части системы Кеплер-90 населяют небольшие планеты, а окраины – более крупные небесные тела. В нашей же системе гиганты находятся в центре, а более маленькие планеты – на окраине. Впрочем, говорить об этом однозначно пока рано, ведь точное количество планет в системе Кеплер-90 с появлением новых исследований ещё не раз может увеличиться. Кроме того, в отличие от нашей системы, все они расположены значительно ближе друг к другу, чем Земля и её соседи. И все 8 известных на данный момент планет вращаются в пределах одной астрономической единицы от своей звезды. Другим важным отличием можно назвать тот факт, что в системе Кеплер-90 шесть внутренних планет представляют из себя суперземли или мини-Нептуны, а две внешние планеты – газовые гиганты. Две наименее удалённые от своей звезды планеты в системе Кеплер-90, которые получили обозначения Кеплер-90b и Кеплер-90c, вероятнее всего можно назвать аналогами нашей Земли. Однако из-за такого близкого расположения к центру температура на них значительно превышает температуру на Меркурии или Венере. Наиболее удалёнными от своей звезды являются объекты Кеплер-90g и Кеплер-90h. Эти небесные тела представляют из себя газовые гиганты, размеры которых, вероятнее всего, сравнимы с размером Юпитера. А если посмотреть на всю систему целиком, то можно сделать вывод, что она крайне компактна, так как даже самая далёкая от своей звезды планета Кеплер-90h расположена примерно на том же расстоянии центра системы, что и наша Земля от Солнца. Кроме того, самая удалённая планета также является и самой крупной в системе, а год на ней длится примерно столько же, сколько и на нашей Земле, а именно 331 день. Все эти планеты были открыты сравнительно недавно, и последняя из них, Кеплер-90i, была обнаружена в 2017 году. Её открытие стало возможно благодаря наблюдению за резкими изменениями в яркости центральной звезды в тот момент, когда одна или несколько планет проходит по его диску и блокирует часть видимых нами лучей. Подобная методика хорошо работает для крупных небесных тел, расположенных близко к звёздам. Но если планеты находятся далеко, то наблюдению начинают мешать флуктуации в яркости светила и прочие случайные факторы. От этих помех можно избавиться двумя способами. Увеличивая продолжительность наблюдений или очищая данные при помощи новых статистических алгоритмов и систем искусственного интеллекта. И именно последний способ помог научной команде Кеплера обнаружить восьмую планету в данной системе. С помощью специально обученной нейросети учёные смогли обнаружить ещё одну планету в системе Кеплер-90 и вычислить её свойства. Открытый объект временно был назван Кеплер-90i. Небесное тело располагается между Кеплер-90c и Ди, совершает один оборот вокруг светила менее чем за 15 дней и имеет радиус, равный 1,32 радиуса Земли. Планета находится примерно в три раза ближе к своей звезде, чем Меркурий к Солнцу, и именно поэтому на её поверхности можно наблюдать крайне высокую температуру. Примерно 427 градусов по Цельсию. Для сравнения, такой показатель практически достигает температуры на поверхности Венеры, равной 477 градусам по Цельсию. По химическому составу, размерам и массе Кеплер-90i похожа на Землю, а период обращения объекта равняется 14,4 земных суток. Поэтому жизнь на ней из-за слишком близкого расположения к звезде практически невозможна. Открытие этого небесного тела вызвало немало вопросов у всего научного сообщества. Ведь на данный момент неясно, как такая большая и сложная планетная система смогла стать такой компактной и сохранить стабильность. Кроме того, астрономы не исключают возможности того, что рядом с Кеплер-90 может скрываться ещё большее количество планет, которые пока не удалось обнаружить. И поиски других тел в этой системе по-прежнему продолжаются. А если говорить о других планетах, то в их описании также скрывается много всего интересного. Самая ближайшая, главная звезде планета под названием Кеплер-90b имеет радиус примерно в 1,3 радиуса нашей Земли, а её период обращения достигает 7 суток. Как и все остальные объекты в этой системе, кроме Кеплер-90i, это небесное тело было открыто в 2013 году. Следующий, чуть более отдалённая центра системы объект Кеплер-90c имеет чуть меньший радиус, который достигает 1,19 радиуса нашей Земли. Период обращения для этого небесного тела равняется 8,7 суток. Четвёртым по удалённости объектом считается Кеплер-90d. Он обладает радиусом в 2,87 земного и совершает один оборот вокруг своей звезды за 59,7 земного дня. Кеплер-90i занимает пятое место, и его радиус равняется 2,66 радиуса нашей планеты, а период обращения доходит до 91,9 суток. Следующим идёт Кеплер-90f с радиусом 2,88 земного и периодом обращения в 124,9 земного дня. А предпоследнее место занимает Кеплер-90g с радиусом в 8,1 радиуса Земли, периодом обращения в 210,5 суток и массой примерно в 0,8 массы Юпитера. Самым удалённым небесным телом в системе можно назвать Кеплер-90h с радиусом в 11,3 земного, периодом обращения в 331,6 земного дня и массой приблизительно в 1,2 массы Юпитера. И так как этот объект вращается вокруг своей звезды примерно на таком же расстоянии, на каком Земля находится от Солнца, у нас есть все основания предположить, что если рядом с Кеплер-90h будут обнаружены спутники вроде Титана или Ганимеда, на них вполне вероятно могут присутствовать все условия для существования жизни. Эти предполагаемые небесные тела могут иметь самые невообразимые характеристики, а учитывая тот факт, что их планеты находятся в обитаемой зоне, некоторые из них вполне вероятно могут быть похожими и на нашу Землю. И кто знает, возможно, именно в эту минуту, пока вы смотрите этот ролик на канале Космо, на одном из спутников далекого газового гиганта Кеплер-90g зарождается новая жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok